В Печерниковском сельском доме культуры 27 февраля 2018 года глава администрации муниципального образования Печерниковское сельское поселение Мария Валерьевна Володина подвела итоги о работе в 2017 году. Прошедший год стал очередным годом по реализации планов развития Печерниковского сельского поселения, направленным на исполнение его бюджета. Благодаря сотрудничеству органов власти всех уровней области района поселения удается решать очередные проблемы развития нашего села, говорит Мария Володина. Главными задачами в работе администрации поселения в 2017 году было исполнение полномочий в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с уставом сельского поселения и другими федеральными областными правовыми актами. На 1 января в состав поселения входит три населенных пункта, в которых зарегистрировано 390 человек и фактически проживают 468 человек. Демографическая ситуация в поселении по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. В течение года не родился ни один ребенок, умерло 7 человек. Из общего количества жителей детей 22 человека, в том числе дошкольного возраста 7 человек. В 2017 году в администрацию поселения по разным вопросам обратились 310 человек по поводу выдачи справок, оформления документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи, детских пособий, оформления домовладения и земельных участков, собственность. Поступали вопросы по межеванию земель, по вопросам коммунального дорожного хозяйства, социального обеспечения. Мы стараемся оперативно решать вопросы, с которыми к нам обращаются жители. Работаем в тесном взаимодействии с администрацией Михайловского района и органами государственной власти, в том числе с полицией, военкоматом, отделом по Захаровскому и Михайловскому районам, управлением социальной защитой населения Рязанской области, пенсионным фондом и другими учреждениями. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов принадлежит земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Если есть большая недоимка, значит и бюджет маленький. Администрация систематически проводит работу с задолжниками по налогу, берет данные из налоговых органов, проводит собрания. Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий. Бюджет Печерниковского сельского поселения на 2017 год сформирован в установленные законом сроки и утвержден решением Совета депутатов. В 2017 году он составил 2 млн 976 170 рублей 36 копеек. Пожертвование – 43 700 рублей. Вот здесь хочу остановиться отдельно и сказать всем жителям огромнейшее спасибо за ваш вклад. Активное участие в конкурсных программах позволяет совершенствовать родной край. Подала заявку на участие в районном конкурсе среди сельских поселений в конкурсе благоустройства. Мы заняли второе место по району с призовым фондом 20 тысяч рублей. В аналогичном же конкурсе, но уже областном, также мы подавали свою заявку. Конечно, мы место не заняли, так как мы единственное сельское поселение, которое в своей категории, это категория населенные сельские поселения с жителями до 1000 человек, мы из области единственной подали заявку. Так как нет больше претендентов, поэтому и места не разыгрываются. Но губернатор нас поощрил призом в 50 тысяч рублей. Эти деньги мы получили уже в конце декабря. Мы купили два глубинных насоса, купили триммер и купили бензопилу. То есть на эти деньги потрачены все вложенные на благоустройство нашего с вами поселения. Выполненные действия по улучшению жизни в сельском поселении отразились благоприятно. Отремонтирован памятник погибшим воинам, за что хочу сказать вам, жителям, отдельное спасибо, что вы внесли свой посильный вклад в софинансирование этой программы. Спасибо инициативной группе, которая взяла на себя миссию по сбору средств. Спасибо фермерским хозяйствам, которые вложили свои средства и помогли реализовать данный проект. Установлена детская площадка, ликвидирована яма у памятников, разбита Аллея Слава. В селе Березово была установлена мемориальная доска в честь братьев Аверкиных. В центре села разбиты клумбы. Заменены пять глубинных насосов. Приобретен преобразователь чистоты на водонапорной скважине. Отремонтировано асфальтовое покрытие улицы Пушкари. Вырубалась молодая поросль на кладбище в селе Печальники. Опиловка пруда и плотины в селе Березово. Ликвидирована свалка в селе Березово. За прошедший год было сделано немало, но на этом Мария Володина останавливаться не собирается. В 2018 году планируется ямочный ремонт по школьному маршруту. Ремонт дороги по улице Пушкаре. Благоустройство берега у пруда в селе Березово. Проведение по уличным субботникам с опиливанием деревьев. Очистка и опашка дорог. Окашивание, извините, дорог. У нас есть такая у меня хорошая новость. Я надеюсь, что у меня все получится в этом году в плане в том, что наш фельдшерско-апушерский пункт мы будем переносить в здание школы. Евгений Владимирович Сидоров на днях мне дал добро, потому что я ему представила дефектную ведомость, то есть стоимость, во сколько нам обойдется ремонт этого помещения, чтобы привести его в соответствие с требованиями. Он одобрил эту сумму, так что будем проводить работу, и медкункт у нас будет перенесен в здание школы. Каждый новый день, докладывала Мария Валерьевна, приносит у ему хлопот и забот. Все они неотложные и насущные, но не всегда получается их решить, не спеша и обстоятельно, потому что общение с людьми, работа по их обращениям – одна из самых трудных и важных. В завершении официальной встречи главы с населением на сцене сельского Дома культуры выступили Михайловские казаки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Владислав Окарков, Александр Кратаев и Евгений Быстраков специально для Михайлов ТВ.